Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Инклюзивные творческие проекты Российской специализированной Академии искусств. Это Виво-Опера, это фестиваль оперный. Он как раз с участием лиц с нарушениями зрения. Также очень интересный проект летняя школа живописи. Называется «Живопись без границ». Танцы на колясках – это обретение не только партнеров, но и хороших друзей. Все улыбаются друг к другу, все как одна большая семья. Тестирование музеев Коломны. Сам музей, он доступен, да, начиная с входной группы. Но как бы музей находится на высоте и окружен лестницами и бордюром. Занятие студенческой оперной студии – путь к будущей профессии. И вот когда человек с ограниченными возможностями способен конкурировать со здоровьем, а иногда и побеждать, это всегда успех. Лейла. Девушка с железным характером. Смотрите прямо сейчас. Лейла Нагиева – студентка третьего курса факультета изобразительных искусств кафедры живописи Российской государственной специализированной Академии искусств, в которой обучаются молодые люди с разными формами инвалидности. У Лейлы врождённый сколиоз. Несмотря на всю применённую терапию, от сколиоза девушка не избавилась, но характер закалил. Единственный минус, как бы, я стеснялась с того, что я была маленького роста, и сверстники меня дразнили, и у меня были из-за этого комплексы. Но потом я всё-таки поняла, что важно не то, какой ты, а как ты себя воспринимаешь. Я стала себя называть не коротышкой, а миниатюрной. В любой вещи можно найти как плюсы, так и минусы. Главное на это посмотреть с хорошей стороны. Любовь к рисованию у Лейлы возникла в раннем детстве. Куклы и другие игрушки её гораздо меньше интересовали, чем карандаши, краски и ручки. В пять лет она научилась писать и освоила каллиграфию. В шесть её нельзя было оторвать от книг и живописи. У меня дома была книга про Крамского. И вот с этой книги я поняла, что я хочу быть художником, я хочу рисовать. Это моё любимое дело. Чтобы приблизиться к мечте стать профессиональным художником, Лейла собрала свои работы и отправилась поступать в академию. У Лейла она пришла с очень слабыми, так сказать, подготовкой. Но мы тут зачастую такие приходят, и мы их вытягиваем за два года. Два года они учатся в общих. А потом они расходятся по мастерским к индивидуальным педагогам. И мы их ставим на другой уровень изображения, понятий. Когда я поступила, мне даже некоторые преподаватели говорили, ты не художник, зачем ты сюда поступила? А я говорю, нет, я художник. И вы мне не помеха. Я буду рисовать. Она очень самоуверенная и целеустремлённая. Я хочу быть большим художником. И вдруг нашла тему, которую ей легко писать. Вообще я по-разному пишу. У меня меняется по настроению. Мне даже говорят, ну как, напиши вот в этом стиле. Я говорю, нет, я сейчас хочу именно вот так. И иногда кажется, как будто это разные художники писали. Недавно в жизни Лейлы состоялось большое событие. Её картину отобрали для молодёжной выставки. Это моя первая работа, которую взяли на выставку. И для меня это был прорыв. Я очень сильно радовалась этому. Какие у тебя планы на будущее? Ну, вообще, конечно же, рисовать. Сегодня у нас в студии первый проректор, проректор по общественным связям и социальным программам Российской государственной специализированной академии искусств Елена Николаевна Благерева. Благерева Елена Николаевна. Родилась и выросла в городе Кемерово. Окончила Мехмат Кемеровского государственного университета и Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности экономика и управления на предприятии. Кандидат экономических наук. Преподавала в ряде университетов России. С 2012 года работает в Российской государственной специализированной академии искусств в должности первого проректора. Преподает в академии экономику и менеджмент. Также с 2014 года работает в должности советника министра культуры на общественных началах. Автор более 50 научных работ, ряда монографий и учебных пособий. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте, Владимир Николаевич. У вас, скажите, только инвалиды обучаются или у вас и здоровые студенты есть тоже? ВУЗ непосредственно ориентирован на прием на общих основаниях всех ребят талантливых и обучаются как здоровые ребята, так и ребята с инвалидами. То есть инклюзивный ВУЗ, по сути, делая. Да, да, инклюзивный. Каков процент инвалидов и здоровых? 60% с инвалидностью и 40% здоровые. Ну, в этом есть какие-то преимущества? Ну, безусловно. Потому что фактически вот эта конкурентная среда, постоянная среда, и это не позволяет как-то расслабляться ребятам и почувствовать свой потенциал. И наши педагоги, они, конечно, его постоянно еще больше раскрывают. И они понимают, что когда они даже участвуют в конкурсах, ведь они не участвуют в конкурсах специально для лица, допустим, с ограниченными возможностями. То есть они участвуют полноценно на равных ребятах. И учатся, да, они вместе. Кафедра дизайна в Российской государственной специализированной академии искусств открылась в 2006 году. Здесь ведутся занятия по проектированию, конструированию, макетированию и созданию дизайна среды. Сначала это было вообще всего три человека, потом стало два даже, один ушел. А потом в следующий год поступило пять человек, сейчас принимают по десять человек. 90% студента кафедры – молодые люди с нарушением слуха. И у каждого свой путь в профессию. Еще со школы меня увлекло проектирование, задумки всякие, архитектурные, строительство. И я решил попробовать заняться этим. А потом стал искать, куда можно поступить со своими возможностями. Искал дизайнерское направление. До поступления в академию Роман окончил 26-й колледж архитектуры, дизайна и реконструкции с красным дипломом. Очень много проектов, много всяких заданий, лекций. Кроме этого рисунок, живопись. Очень много разнообразного обучения, и мне это очень нравится. Дизайнер – нужная и востребованная профессия. Однако на рынке труда большая конкуренция. Ну, во-первых, у них есть хотя бы то, для начала, что они нашли себя. Понимаете? Они рисуют, они пишут, они могут макетировать, они могут делать плакаты там. Не все, конечно, но отдельные, наиболее усидчивые, наиболее талантливые, ребята способные, они не то что конкурировать, они могут даже превзойти. Мы уже сталкивались с этим, наблюдаем. Весь секрет в их мотивированности. Они на каком-то этапе начинают понимать, что это единственное, что их может в этой жизни устроить, так сказать, хорошо. И дать им удовлетворение вообще в обществе. И они очень многого добиваются, именно за счет мотивации. Жизнь пробиться очень непросто. В то же время совершенно необыкновенные ходы какие-то есть. Вот одни наши неслышащие ребята, дизайнеры, закончили и устроились, например, преподавать дизайн в Баумск. И сейчас они вот уже, эта же группа, занимаются анимацией. Очень боюсь за будущее. Знаю, что глухому трудно конкурировать со слышащими сильными дизайнерами. Поэтому пока со страхом смотрю в будущее, но надеюсь, что смогу устроиться. Вы преподавали в простых вузах. Небольшая разница, я так понимаю, психологически? Мне кажется, абсолютно никакой разницы. Потому что если ты педагог, и ты потенциально понимаешь, что тебе нужно донести знания до ребенка, до студента, это индивидуальный подход. Это все равно индивидуальная работа с каждым. А вы какой предмет преподаете? Я менеджмент, экономику. Ну, то есть, да, действительно. То есть, у меня, да, не творческая направленность. Ну, вот как раз я учу ребят, как позиционировать себя и как успешно создавать свой бизнес, если будет такое желание. Ну да, даже в творчестве, наверное, можно создать бизнес. А какие вот самые интересные творческие проекты у вас? Возможно, может быть, даже бизнес-проекты творческие в Академии? Проектов очень много, которые реализуются на самом деле сейчас в Академии. И мы стараемся их реализовать не только внутри, на площадке своего вуза, но и в целом вовлекать всю одаренную молодежь и Москвы, и в целом со всех субъектов привлекать, вот-то искать эти бриллиантики. Это Виво-Опера, это фестиваль оперный. Он как раз с участием лиц с нарушениями зрения. Художественный руководитель вообще, ну, как бы основная идея принадлежит Александру Николаевичу Якупову, нашему ректору. Также очень интересный проект летняя школа живописи. Называется «Живопись без границ», когда ребята имеют возможность выехать в разные площадки города Москвы, парки, либо вот у нас есть загородный, как раз уже сейчас дом отдыха в Пешках, и отрабатывать практически... Дом отдыха в ближайшем вашем году. Да, да, да. Что я не знал, поздравляю, давно у вас. Спасибо большое. Вы знаете, в прошлом году вот у нас, это бывший дом отдыха Большого театра, вот, и, ну, получилось так, что они уже перестали, как бы, его использовать, и мы приняли его на баланс. Ну, так, в нормальном состоянии. Сейчас проводятся вот ремонтные работы, в этом году уже введем в эксплуатацию, и у ребят будет вот полноценно оздоровительный такой комплекс. Надеемся, что он будет вообще работать в течение всего года. Вот, а так вот вывезем туда как раз и художников, в том числе, под вот летний пленэр, чтобы они занимались и музыкантов, и театралов. В оперном театре студии Академии искусств в самом молодом эксклюзивном музыкальном театре России идет репетиция опереты Жака Амфенбаха «Муж за дверью». Главный режиссер театра Борис Персианов требует точности в рисунке роли. Главный дирижер Александр Якубов в точности в исполнении вокальных пар. Артистам непросто. Одно дело петь в классе с педагогом, и совсем другое дело на сцене. Когда они выходят на сцену, они понимают, зачем это вообще все нужно. Звук и, самое главное, все эти действия, эмоции, которые возникают в процессе действия, они помогают им немножечко отключиться от той точности, где надо открыть у них клапан, где прикрыть, где надо резонатор. Они думают только о том, что они делают здесь на сцене, какой характер они здесь нам творчески представляют. И вот этот автомат, который у них включается в этот момент, вокальный автомат, он дает им возможность быть свободнее, дает ту необходимую практику, которая закрепляет у них те технические навыки, которых вкладывает в них педагог по сольному пению, и вместе с тем дает ту содержательную тонацию, которую они во время действия вдруг вскрывают. Светочка, прошу. Прошу. Светлана Сусуева легко поет и легко двигается по сцене. Даже трудно предположить, что она инвалид по зрению второй группы и почти ничего не видит. Прежде чем исполнять свою роль, я должна знать, где что находится, я смотрю, где стоит какой реквизит, и потом уже работаю в том пространстве, которое я, допустим, изучила. И страшно ли на сцену так выходить? Ой, мне кажется, всем страшно. Просто когда ты выходишь уже непосредственно на сцену, ты работаешь, то это уходит на второй план. Как бы уже... Я умираю! Уже другая задача стоит. Это кто? Ваш педагог? Нет, это мой будущий муж. Задыхается в шкафу по спектаклю. Я задыхаюсь! Я умираю! Ах, на коленях я маю! Дмитрий закончил Академию в 2006 году. Давно уже профессиональный артист, дающий концерты. Но никак не может расстаться с Академией и по сей день поет в оперном театре. Моя фамилия Богатов. Ох ты, прекрасная фамилия! Соответствует жизни богатство? Есть? Ну, мы живем, конечно же, в материальном мире, но не все измеряется деньгами, в конце концов, как сказал поэт, что деньги, тлен, презренную бумагой, едва ли кто будет сыт. И можно же быть богатым, в общем-то, в других областях. Например, у меня богатое воображение, я расширяю свой репертуар, ну, тем и богатею. Да, да, я тюк-ракет! Поминаю тюк-ракет, да, я знаю тюк-ракет! Конечно, это магия, и театр всегда манит. А молодежь, которая жаждет проявлять себя в разных амплуа, вот в разных амплуа, им хочется быть и героями, им хочется быть и любимыми в опере, или там сыграть какую-то драматическую роль. Вот наших ребят нужно подготовить чуть-чуть лучше, чем даже здоровых, потому что им конкурируют со здоровыми. А так как к людям с проблемами здоровья, у общества всегда такое предвзятое отношение, и очень осторожно относятся работодатели. И вот когда человек с ограниченными возможностями способен конкурировать со здоровыми, а иногда и побеждать, это всегда успех. У вас в должности еще записано, что вы ответственны за социальные программы. Ну, социальные – это как раз то, что связано, наверное, с тем, чтобы каждый из студентов почувствовал себя ну и комфортно, и в безопасности, и социально ему было, естественно, вот обеспечены все условия необходимые, да. То есть это и проживание комфортное в общежитиях, у нас не было общежития в Академии. Сейчас у нас два общежития. Сергей Семенович Собянин выделил нам здание вот рядом с Академией, и еще одно на Шаболовке. Вот сейчас ремонтные работы там проводятся. Ребята пока размещаются в арендованных общежитиях, но они размещаются абсолютно бесплатно. Вот это один из моментов, в которые я этот вопрос курирую. Это одно из главных направлений. Но есть разные, конечно, общежития, но стараемся, чтобы все было на достойном уровне. Но вот по Донаевскому, это вот в шаговой доступности с Академией, уже практически в 2019 году мы завершим уже ремонт. Спасибо огромное, Елена Николаевна. Очень рада была вас видеть в нашей студии. Надеюсь, вы еще нас не один раз посетите, и мы поговорим о вашем замечательном ВУЗе. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что в нашей студии была Елена Николаевна Благерева, первый проректор, проректор по общественным связям и социальным программам Российской государственной специализированной Академии искусств. А мы продолжаем нашу программу. Международный фестиваль «Инклюзив Дэнс», прошедший в музее-заповеднике Царицыно, одно из крупнейших мировых событий в области инклюзивного общения и творчества для людей с различными ограничениями здоровья. На пути к мировому признанию многие из танцоров повстречали не просто партнеров, но и надежных, верных друзей. Я занималась сначала в коллективе с мамой, и там был конкурс, который предназначен именно для пар, не коллективов, а пар. И я уже знала Соню, и знали, что она в больнице, она занимается в больнице танцами, и мы решили попробовать, пригласили. Ну и вот так вот начали. Было вообще непривычно, у меня никогда не было техники с порядочниками танцевать, но у нас все получилось, у нас все сразу сложилось, начали танцевать. Фестиваль «Инклюзив Дэз» объединяет представителей разных культур и хореографических школ всего мира. Танцы, которые мы хотим, и мы хотим, что мы хотим вместе с креативными. Идея, сама соревнования, что это материал людей, прежде всего людей без ограничений в физическом развитии, танцевать вместе с людьми, с ограниченными возможностями вместе что-то делать. Каждый партнер подходит к своему партнеру и удерживает зрителями как раз. И меняется местами с партнером. Мастер-классы, прошедшие в рамках фестиваля, объединили педагогов со всего света. Естественно, что каждый из преподавателей пытался представить ученикам свое видение танца. В Пасадобле я хореографировала что-то очень маленькое. Она подготовила специальную небольшую хореографию, небольшую вариацию танца Пасадоболь, которую дальше, когда все ученики разойдутся обратно по своим танцевальным школам, и тренера тоже смогут, может быть, во что-то большее. Я представляю Чеченскую республику. Впечатление просто шедевральное. Это такая энергия, такой позитив. Все улыбаются друг другу, все как одна большая семья, все друг другу дарят эмоции, улыбки. Движение – это жизнь, и мы будем танцевать. Танцевать должен каждый, независимо от своих особенностей, потому что танец дарит чувство счастья, полноты жизни. И люди, которые не виноваты в том, что они такие, просто природа создала их такими, они тоже должны чувствовать всю жизнь. Они должны быть равны, и я считаю, что к этому надо стремиться. Подмосковная Коломна – старинный русский город, всего на три десятка лет моложе Москвы. В один из выходных дней съемочная группа программы «Фактор жизни» вместе с подопечными фонда «Подари любовь миру» и экспертной группой столичных обществ инвалидов приехали сюда, чтобы осмотреть достопримечательности и одновременно протестировать на предмет доступности самые посещаемые места города. Туристы в Коломне в первую очередь посещают Кремль. Все дорожки здесь вымощены современной плиткой, где-то сохранилась старая брусчатка. На большой скорости в инвалидном кресле, конечно, не прокатишься, но с помощником экскурсионный маршрут преодолевается без особых проблем. Все возможные вещи для того, чтобы люди с ограниченной мобильностью, маломобильные, могли посетить интересные места достопримечательностей в Коломне, все это сделано. Естественно, учитывая, что стены и башни строились в 16 веке, там сделать ничего нельзя и внести какие-то изменения архитектурные, конечно же, невозможно. Памятники архитектуры попадают под закон о защите исторических зданий, поэтому исключают обустройство пандусов. Но там, где пандус не нанесет вредостроению, он ставится. Мы понимаем, что это историческая территория, и где-то невозможно сделать. Поэтому уже не так мы принципиально, что вот сделайте, сделайте. Кто-то поможет где-то, ну вот в храм, пожалуйста. Сделано, ну хоть что-то есть, я могу попасть сама уже в храм. Не без помощи, конечно, при таком пандусе, но могу попасть. Где это возможно, предусмотрены мобильные аппарели. Подъехал человек на инвалидном кресле к входу. Добро пожаловать, пандус готов. Те, кто занимается туризмом и пропагандирует культуру российских городов, понимают, как надо стараться, чтобы каждый посетитель остался довольным. Сегодня на обзорной экскурсии, да, мы увидим прекрасно, что, в принципе, у нас разработаны те маршруты, которые мы готовы предоставлять для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что с каждым годом у нас только уровень доступности наших туристических объектов будет возрастать. Следующий адрес – один из музеев за пределами Кремля. На территории Коломны таких музеев десятки. В этом, к примеру, собраны экспонаты, рассказывающие, как рос город с момента его основания до наших дней. Порогов и лестниц, мешающих передвижению, здесь нет. Если нужно попасть на другой этаж, пожалуйста, вместительный лифт. Даже есть лифтер, отвечающий за безопасность. Эксперты выставляют музею 5 баллов. Сам музей, он доступен, да, начиная с входной группы. Но начиная с того, что если инвалид приехал на парковочное пространство, парковка здесь есть, хорошая, доступная, выйдя из машины, он уже не может попасть на тротуар, потому что там бордюр, там нет спуска. Как бы музей находится на высоте и окружен лестницами и бордюром. Коломенский ледовый дворец – гордость этого подмосковного города. Мы проверим, насколько он соответствует требованиям людей с ограниченными возможностями. Спортивный комплекс в Коломне построен в 2006 году. На его трибунах одновременно могут разместиться 6 тысяч человек. Можно по кругу обойти весь стадион, и на всем пути человеку с инвалидностью ничто не помешает. Если где и попадаются порожки, то минимальной высоты. Вы сможете пройти и на арену, и в столовую, и в спортивные зоны, и в раздевалки. И у нас обеспечена возможность людей с ограниченными возможностями, и туалеты сделаны для этого. И по этой причине мы можем принять как спортсменов и как зрителей. Но строгие эксперты твердую пятерку с плюсом ставить все же не торопятся. Дело в том, что если театр начинается с вешалки, то следующее по важности помещение, по мнению Надежды Лобановой, туалет. Опять моя любимая тема – это туалеты. Туалет, конечно, оставляет желать лучшего. Потому что там стационарные поручни, бумага висит далеко, нету крючков. Маленькое пространство, заехать невозможно. Если инвалид заедет, это с открытой дверью будет находиться. За один экскурсионный день руководители всех культурных объектов Коломны получили список недочетов, выявленных экспертами, чтобы следующая группа туристов этих проблем уже не обнаружили. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес факторжизнисобачка, яндекс.ру. Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин